Инстардинг представляет Дональд Трамп и Роберт Киосаки Секреты победителей Я всегда стремился к успеху. С каждым днем я хотел стать лучше себя самого. Меня всегда привлекала богатая жизнь. Я люблю рассказывать истории о том, как я летел на своем маленьком частном самолете и увидел над собой твой самолет, Боинг 727. Когда я пролетал, то подумал, Ого, это все большие парни со своими большими игрушками. Но знаешь, я не завидовал, меня это замотивировало. Я подумал, хорошо, сейчас у меня маленький самолет, но в будущем я перейду на уровень выше. Это совсем не значит, что самолет может сделать меня более счастливым. Более счастливым меня делает желание стать лучше, умнее и успешнее. У меня есть друг, он раньше не был успешным, и вот у него был принцип летать только первым классом. Я не призываю всех так делать, потому что не всем это подойдет, но ему это нужно было чисто психологически. Он хотел летать первым классом, потому что он хотел думать, что он лучше, и вот и все. Даже при том, что в то время у него не было больших денег, он всегда так делал. Я частенько критиковал его за это, но этот принцип помогал ему чувствовать себя успешным, и в итоге он стал очень успешным человеком. Я всегда его вспоминаю, он бы никогда не полетел эконом-классом. Он всегда выбирал первый класс, даже если у него не было на это денег. Этот принцип не для всех, но если вам такой стиль жизни помогает расти, почему бы и нет? Чтобы это не было, это должно помогать человеку ощущать себя лучше, сильнее, увереннее, чтобы достигать новых высот. Я думаю, в этом все дело. Сейчас мы находимся в таком периоде жизни, когда требовать большего уже не является основной целью, но стремиться к большему и ощущать себя лучше все еще важно. Очень важно. Также, если вы не владеете азами финансовой грамотности, вы с легкостью можете потерять деньги на акциях, на недвижимости, в то время как люди, владеющие азами финансовой грамотности, могут с легкостью приумножить свой капитал. Если вы не можете отличить хороший инвестиционный совет от плохого, тогда вас могут провести. Знаешь, я был свидетелем такой ситуации. Я видел упор на трудящихся людей, которые все заработанные деньги инвестировали в акции. И я говорю не про рискованные акции, а акции надежных компаний. Чистая стоимость этих активов сейчас оставляет 50% от того, что было год назад. Эти люди не сделали никаких ошибок. Они просто доверились экспертам и вложили все деньги в эти акции. Никто даже не задумывался о диверсификации, потому что исторически это были надежные компании. Эти люди просто проинвестировали в акции, которые год спустя потеряли 50% стоимости. И все, что они делали, это просто работали и ничем не интересовались. Да, это трагедия. Без основ финансовой грамотности вы можете проинвестировать в золото и потерять деньги. Вы можете проинвестировать в недвижимость и потерять деньги. Вы можете проинвестировать в акции и потерять деньги. Но если вы финансово грамотный человек, вы запросто сможете много заработать на этих активах. Причина, по которой мы с Дональдом объединились, показать вам, что уровень вашей финансовой грамотности очень сильно влияет на ваш успех. Недавно меня спросили, как бы я описал предпринимателя. У этого понятия много определений. Человек должен быть настойчивым, не сдаваться, иметь идеи и воплощать их в жизнь. Но в последние годы я понял еще кое-что. Нужно обладать способностью выдерживать давление. Я знаю многих очень умных людей, у них отличные идеи, но когда они запускают проекты, то не выдерживают давление и сдаются. Если человек не может выдерживать давление, он не сможет быть хорошим предпринимателем. Да, ты прав, давление сделает нас сильнее. Мы с тобой занимаемся тем, что нам нравится, но есть множество вещей, которые нам не нравятся, но мы должны их делать. Я занимаюсь этим, потому что это трудно. Я делаю это ради давления. Так я становлюсь сильнее, закаленнее, умнее. Я знаю, что если я решу эту проблему, то стану еще умнее. Я думаю, что мы с тобой уже полюбили давление. Слово «давление» само по себе очень интересное. Мы с тобой будем писать книгу «Дар Мидаса». И в этой книге будет много внимания уделено этому слову. По моему мнению, если человек не может выдерживать давление, он не сможет достичь успеха, даже не сможет стать немного успешным. Человек должен уметь выдерживать и справляться с ним. Книга «Дар Мидаса» отвечает на вопрос, почему одни предприниматели богатеют, а другие нет. Эта книга про то, чем занимаемся ты и я. О том, благодаря чему мы достигаем успеха. Есть множество авторов, предпринимателей, телеведущих, специалистов по недвижимости. Но есть какие-то вещи, которые делаешь ты, и которые придают твоим зданиям дополнительные 50% стоимости. Есть что-то волшебное в том, что ты делаешь. Когда я приезжаю в город, я вижу сплошные здания Трампа. Я недавно был в Лас-Вегасе, и все, что я увидел, это Трамп Тауэр. В Чикаго тоже Трамп Тауэр. Это волшебство «Дара Мидаса». Есть что-то особенное в том, что мы с тобой делаем, и это дает нам преимущество по сравнению с обычным предпринимателем. Например, твое шоу «Кандидат». Только тебе удалось добиться такого большого успеха. Для меня «Кандидат» был просто отличной историей. Никто не думал, что этот проект будет успешным. NBC даже не заключала со мной контракт на более чем один год. «Кандидат» должен был закончиться, как большинство шоу. 97% шоу на телевидении не достигает успеха. «Кандидат» должен был стать одноразовым шоу, а в итоге появилось 15 шоу, подражающих «Кандидату». Множество отличных предпринимателей копировали его, но не достигли успеха. Но мое шоу добилось ошеломляющего успеха. Увлекательно, когда тебе говорят, что ничего не получится. А настоящий предприниматель берет и делает свое дело. Меня это заряжало и делало мою жизнь намного интереснее. И здесь мы снова видим дар Мидаса. У тебя есть телешоу. И у меня есть маленькое ТВ-шоу. Когда ты публикуешь книгу, она становится бестселлером. И когда я публикую книгу, она становится бестселлером. Это все дар Мидаса. Роберт, не забывай, ты написал книгу «Богатый папа, бедный папа», которая стала одной из наиболее продаваемых книг в истории по личным финансам. Да и кто вообще знал, кто ты такой? До книги тебя никто не знал, но теперь тебя знают все. Плюс я немного помог тебе. Да, ты помог мне. И ты помог мне. Однажды Роберт был у меня в офисе, и он услышал, как я отказываюсь от участия в шоу Ларри Кинга. Ларри часто зовет меня к себе на программу, только потому, что я поднимаю ее рейтинг. Если бы не поднимал, он не звал бы. А Ларри очень настойчивый человек. Он очень долго меня уговаривал участвовать, но я все же отказался. А затем Роберт сказал мне, «Я никогда не мог попасть на программу Ларри Кинга. Даже с этой книгой-бестселлером я бы никогда не смог попасть туда». После этих слов я перезвонил Ларри и сказал, что буду участвовать, потому что Роберт заставил меня ценить то, что у меня есть. В конце 80-х я написал книгу под названием «Искусство заключать сделки». И по сей день это одна из самых продаваемых книг о бизнесе. Основы не меняются. Я имею в виду, что времена изменились, мир изменился, бизнес изменился, но переговоры не меняются. Переговоры — это о честности. Будьте честны, потому что вы имеете дело с умными людьми. Они это понимают и видят вас насквозь. Если ваша идея действительно несет пользу, и вы в ней уверены на все сто, то никогда не сдавайтесь и не отказывайтесь от нее. Будьте откровенны и честны, потому что вы будете встречать множество значимых людей на протяжении всей своей жизни. И когда они увидят это, они будут вас уважать. Если вы проявите высокую степень честности, они сделают для вас то, чего вы от них хотите. Книга «Искусство заключать сделки» имела просто огромный успех. Я помню, когда она только вышла, она сразу заняла первое место во всех рейтингах. Это было великолепно. С тех пор мало что изменилось, и, вероятно, не изменится. Честность никогда не выйдет из моды. Искусство заключать сделки будет востребовано всегда. Эта книга будет полезна и через тысячу лет. В 1986 году я был полностью разорен. Однажды мы с женой увидели, как ты говоришь о своей книге, и сразу побежали и купили ее. Меня она впечатлила. Поэтому сегодня для меня было большой честью прийти и поговорить с тобой о ней. Потому что в тот момент, когда я был невероятно подавлен, эта книга очень сильно помогла мне. Книга «Искусство заключать сделки» показала мне, что я могу мыслить шире, и для этого не нужны деньги. Это очень сильная книга. Это больше, чем просто переговоры. Это о том, как мыслить в тяжелых ситуациях, с какой стороны подходить к проблемам, о том, как расти. И я лично благодарю тебя за эту книгу. Такие знания очень важны. Вот смотри, ты миллиардер, я миллионер, и мы оба очень любим недвижимость. У тебя есть большие здания, у меня маленькие. И это потому, что у нас были одинаковые учителя. Поэтому теперь ты и написал свою книгу, чтобы передать эти знания следующему поколению. Вот почему финансовая грамотность так важна. Деньги не всегда решают проблемы. Вы дадите человеку деньги, и вам придется давать ему их каждый день. Это будет продолжаться вечно. Вот почему книги так важны. Потому что так люди учатся зарабатывать, а затем они могут делиться своими знаниями с другими. Думаю, твоей лучшей книгой была «Искусство возвращения». Я очень люблю эту книгу, потому что сам проходил такой же путь, и для меня она очень актуальна. Мы все должны научиться возвращаться. Если мы сдадимся, ничего хорошего не произойдет, станет только хуже. Этот навык нужно освоить каждому. Нужно иметь мужество и силы, чтобы снова встать, отряхнуться и идти вперед. Эта сила важна. Мы обязаны иметь эту силу. Может, кому-то дано это Богом. Я не знаю, может, кто-то родился с этой силой. Но то, что вы должны развить ее изо дня в день, в этом я уверен. Предпринимателям нужна сила. Я прекрасно провел время, когда писал «Искусство возвращения», потому что знал, у меня все хорошо, но многие так не думали. Я знал, что происходит в моей жизни. Я написал эту книгу, потому что знал то, чего не знал никто другой. Я рос и становился лучше себя самого. Люди думали, что я переживаю тяжелые времена, а я прекрасно провел время, когда писал эту книгу. Еще я очень люблю выступать с речами. Я часто говорю об образовании, о финансах и о жизни в целом. На мои выступления приходят тысячи человек. Один раз я собрал 60 тысяч человек. И многие люди говорят, «Зачем ты это делаешь?» Я этим занимаюсь, потому что действительно люблю это. Я многому научился, и хорошему, и плохому. И это замечательно, что я могу поделиться опытом с людьми, чтобы сделать их сильнее, богаче, чтобы они стали жить лучше. Умение зарабатывать существенно облегчит вашу жизнь. Сейчас нужно о многом беспокоиться, об образовании, о здоровье, о счетах. А это умение сделает вашу жизнь лучше. Так что этим нельзя пренебрегать. Знаете, какая самая главная причина развода? Нехватка денег. Что сейчас на самом деле неудивительно. Я вижу это каждый день. Сегодня разводится гораздо больше людей, потому что у них финансовые проблемы. Каких-то пять лет назад такого не было. Я никогда не связывал развод с деньгами. Так что умение зарабатывать — вот ваш главный актив, не деньги. Так что не пренебрегайте финансовой грамотностью. То, что вы передадите следующему поколению, очень важно. Я хочу передать свой дух, дух стойкости и силы. Я вспоминал одну книгу о еврейском народе, который выживал 400 лет. Ты знаешь, что их поддерживало? Это была вера. После всех гонений они говорили, что вера спасла их. Они могли стать достаточно гибкими, научились приспосабливаться и продолжали действовать, несмотря ни на что. Я думаю, это именно то, что вы должны передать. Но без знаний и опыта вы ничего не передадите. Я помню, в твоей книге ты говорил, что нужно прожить до 95 лет. Звучит просто замечательно. И это дало мне силы идти дальше. Когда я разорился, то знал, что понадобится много времени, чтобы все вернуть. Я возвращал все 6 лет, а это был всего 1 миллион долларов. Сейчас это звучит жалко. Ничего подобного. Я очень хорошо знаю твою историю и восхищаюсь ей. Что ж, спасибо тебе. Это стоило того. Стоило развиваться, не прогнуться под давлением, чтобы стать сильнее. Любые хорошие времена всегда результат вашего упорного труда и постоянной самоотдачи в прошлом. То, что вы делаете сегодня, залог завтрашних результатов. Если хотите и завтра пожинать плоды, сейте семена каждый день. Если вы хоть на минуту ослабите концентрацию, то неизбежно начнете откатываться назад. И никогда не берите отпуск. Зачем он вам? Если работа не доставляет удовольствия, значит вы работаете не там, где нужно. А я, даже играя в гольф, продолжаю делать бизнес. Дональд Трамп Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин